Поговорим про то, как эволюция затрагивает нас с вами. Приходится встречаться с таким отношением, что эволюция это что-то про дела давно минувшины. Бывает там политология, археология, эволюционная биология. Они все занимаются в прошлом, геология еще. Но они все занимаются в прошлом, а это все не очень интересно. Так ли это? Не совсем так. На самом деле, эволюционируя, и мы с вами сейчас непосредственно на наших глазах. А кроме того, эволюционируют те объекты, которые нас очень интересуют, тоже на наших глазах. Давайте сначала поговорим о том, как эволюционируем мы с вами. Вообще, изменчивость в популяции человека существует? Как вы думаете? Мы говорили, что эволюция должна изменчивость. В целом, я вам не могу, когда я берусь интересная страсть, не траги. Например, эволюционная биология, которая у нас 2-8 дней. В смысле, вы говорите, что отбор действует в человеческой популяции довольно мало. Вы правы, я с вами согласен совершенно. Он действительно действует довольно слабо, но все-таки не полностью включается. Например, некие части детей, которые с дочаткой возникают в утробе матери, они могут не родиться. Тут им никак не поможет. На этой стадии может действовать отбор. Если же генотип у ребенка совсем не работает, то, скорее всего, он не доживет до стадии нескольких лет. Он не успеет развиться. То есть нельзя сказать, что отбор в человеческой популяции не действует совсем. Давайте все-таки спросим, есть ли какие-то следы естественного отбора в нашей с вами истории за недавнем прошлом. Смотрите, вы думаете, что последние две мировые войны, они факторами отбора в каком смысле были более слабыми, чем предыдущие войны. Потому что когда на себя падает бомба, не очень важно, сильные ты ловки или нет. Это раньше, когда все сражались на мещах глупых и стрелах, важно было, могло быть важно, насколько ты сильный и отбор способствует более сильно. А сейчас как раз это такие факторы смертности не избирательные больше. Они скорее, может быть, наоборот, если ты сильный и ловкий, ты пойдешь в атаку, и ты с большей вероятностью будешь жить. Но я даже не об этом хотел поговорить. Давайте сначала разберемся, какая у нас изменчатость в человеческой популяции. Видно, что мы все с вами друг от друга отличаемся. Цветом волос, цветом глаз, ростом. Кто-то повыше, кто-то поднимше, да? Это генотипы. А генотипически мы друг от друга отличаемся. Генотипы наши разные или одинаковые? Разные. Разные. Действительно, наши генотипы разные. В среднем отличаемся каждой тысячной буквой в нашем геноме. 3,5 миллиарда кушек в нашем геноме, в моем упражнении. Примерно 3,5 миллиона из них различаются. Примерно каждая тысячная буква или 0,1% генома различаются между другими 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 людьми. Для сравнения, помните, я говорил, какая степень различия между человеком и шимпанзе? 1%. Да, совершенно верно. Всего она всего в 10 раз больше. То есть от шимпанзе я отвечаю всего на всего в 10 раз сильнее, чем от любого из вас. Ну и что, важно эта изменчивость или нет? Ну, часть ее, большая часть ее нейтральная, на что не влияет. Но в том числе она бывает и важна. И сейчас появляются компании, которые позволяют вам эту изменчивость изучать. Изучение собственного генома стало доступным, достаточно дешевым. Вот, например, самая знаменитая в мире компания в этой области, которая называется 23andMe, или по-русски 23andMe по числу хромосон у человека, в которой вы за 99 долларов можете заказать генетический анализ своей ДНТ. Как это выглядит? Вам приходит по почте вот такая вот коробка, вы достаете ее пробирку, открываете пробирку, плюете туда, закрываете пробирку, кладете обратно в коробку, запечатываете в коробку и обратно попущите, отсылаете ее в фирму. Она приходит в лабораторию, где из вашей слюны выделяется ДНК, ее там довольно много. Там есть не только ваша ДНК, там есть ДНК всяких бактерий, которые живут в вашей металлой полосе, но все равно можно понять, какая ДНК ваша. И это ДНК просчитывается. Они не считают, когда у вас в 99 долларов, они не будут считать все 3,5 миллиарда, они просчитают примерно миллион. Но эти миллионы букв так выбраны, что это довольно важные буквы, это те буквы, которые говорят о вас довольно много. И дальше вам приходят вместе с этой же коробкой пароли. Вы можете найти пароль в компьютер и зайти на свою личную страницу, на этом самом сервере «Дострия» и посмотреть там результаты своего анализа. И вот, например, результаты анализа, которые у вас могут быть. Что про вас может сказать ваш ДНК? Про некоторые генетические заболевания она может и сказать, повышен ли у вас риск этих генетических заболеваний. Вот, например, вот этот результат, который я здесь показываю, немножко повышен риск псориаза. На среднем популярной популяции 10% риск псориаза, а с его комбинацией генов и мутацией риск псориаза 15%. Тоже не очень много, но все равно в полтора раза больше, чем в среднем популярной популяции. Вот, у него можно спрашивать, сейчас любят думать про персонализированную медицину, что лекарства должны подбираться не просто назначаться с врачом, а подбираться с учетом вашего генотипа. Потому что с какими-то генами лекарства будут действовать, наоборот, более эффективно, тогда нужны более маленькие дозы. Вот. Здесь оказывается, что у этого человека пониженная чувствительность к лапиногрею, некоторому лекарству он не чувствует. Оказывается, что чувствительность его понижена, значит, если врач захочет назначить лекарство, возможно, ему стоит назначить более высокую долю, дозу. Дальше вы можете по собственному геному понять дозу. Это то, что называется этногенетика. Довольно популярная сейчас область. Вот. Можно взять, например, группу гетахондриальной ДНК. У человека большая часть генома перемешивается, каждое поколение может прийти и от отца, и от матери. Но есть два фрагмента генома, про которые всегда известно, как именно они передаются. Каждый из вас, и мальчик, и девочка, получил свою гетахондриальную ДНК от матери. Это гарантированно. И есть еще второй участок, может быть, кто не знает, какой. Вы гарантированно получили, значит, мальчики получили гарантированно от отца, а у девочек его нет вообще. Что это за участок? Y-хомосомы. Совершенно верно. Y-хомосомы всегда приходят от отца. То есть вот можно смотреть на гены, закодированные на митохондрии, на митохондриальной ДНК, и на Y-хомосоме, и узнавать по ним, как жили ваши предки по материнской линии и по отцовской линии. Соответственно. Ну а по всему геному можно узнавать, как жили ваши предки действительно. Ну, значит, вот у этой вот женщины, ее матери и бабушка в материнской линии, и бабушка в материнской линии и так далее, они все в основном были родом из Европы. То есть вот этот вот ее генотип, который у нее у митохондрии, он наиболее часто в запутной Европе, хотя бывает и в Африке и в Африке. И в Африке и в Африке. Но с ним и это. Ну и вот можно, например, взять вашу хомосомы, которые, как известно, каждое поколение перемешиваются, и раскрасить их по тому, откуда они произошли. Ну, в данном случае все довольно скучно, потому что все хомосомы имеют европейское восхождение, то есть никаких внезапно арабов в прятках. У этой женщины не нашлось. Или южноафриканских индейцев. Все прятки, насколько можно следить, были европейскими. Ну, вот такого рода анализы можно проделать. Еще можно искать своих собственных хвостов. В этой самой компании ДОС-3Я она накопила сейчас уже большую базу генетических данных. Из них там уже, по-моему, сейчас больше миллиона человек проделали этот анализ. Они эти данные у себя хранят. В принципе, если вы захотите, вы можете после того, как вы сделали анализ, вы можете нажать соответствующую кнопку и спросить, нет ли в их базе данных каких-нибудь других людей, которые по своему генотипу похожи на вас. И вот, значит, вот эта вот женщина опять-таки это сделала, и вот нашелся какой-то человек, который, по-видимому, может быть, троюродным-шестиюродным братом. То есть у него есть участок длинной генотипы, которая похожа на генотипы. Но согласитесь, что это все вызывает вопрос. Например, а вот насколько вы хотите, чтобы вообще ваша генетическая информация была защищенная, была закрытой, была приватной? Хотите ли вы в открытый доступ в своем фейсбуке опубликовать «О, ура, у меня открылась вот такая вот мутация, как интересно!» Или полностью выложить свой геном в фейсбуке. Какие из этих есть сложности? Ну, например, страховая компания может посмотреть на ваш геном и сказать «Э, а у этого человека риск заболевания альфгеймера в 70 лет гораздо выше, чем в среднем в популяции. Если мы его будем лечить с альфгеймера в 70 лет, нам это вылезет за копеечку, давайте-ка мы удорожим ему страховку». В некоторых странах такое запрещено. Например, в Соединенных Штатах Америки это явно запрещено закон. Акт генетической недокриминации, который вот такого рода использование генетических данных запрещается. А в некоторых странах это никак не запрещено. Или, например, работодатель откроет ваш геном и скажет «А, Вася оказался не такой умный, как я думал. У него там такая-то мутация». Но на самом деле сейчас мы не умеем еще предсказывать интеллект по геному. В принципе, это возможно достижимо, потому что наследуемость интеллекта достаточно высокая. Порядка 80%. То есть, это вызывает вообще все, целый спектр интересных и сложных вопросов. А здесь если вы открываете свой геном например, своей невесте. Я решил рассказать вам про отбор действующих современной человеческой макуляции. Давайте посмотрим на вот эту замечательную мутацию. Вот такого рода накопленные генетические данные, они, может быть, для людей, для какого-то конкретного человека, вызывают много вопросов, но для науки в целом они ужасно интересны. Чем больше у нас есть ремонт, тем больше мы всего можем интересного сказать про человеческую макуляцию. Вот эта вот мутация одна и та же возникла в разных макуляциях человека независимо несколько раз. Это мутация в регуляторной последовательности гена, который синтезирует фермент лактаза. Лактаза это фермент, который расщепляет сахар молока. позволяет нам использовать это молоко еще. Если у нас лактаза не функционирует, тогда мы молоко не усваиваем. Если она функционирует, то мы усваиваем его нормально. У большинства млекопитающих естественно лактаза функционирует в детстве, поэтому они и млекопитающие не питаются материнским молоком. Но во взрослом возрасте она подключается. И там, скажем, у любой кошки или собаки или кого угодно, коровы, лактаза не будет работать на взрослом возрасте, на взрослом живом. И так исходно было в нашем веке. Но порядка 10 тысяч лет назад независимо в разных местах света возникла похожая, не совсем одна и та же, но похожая мутация в регуляторные последователи светлого гена, которые поменяли его работу таким образом, что он начал экспрессироваться, то есть функционироваться в течение всей жизни. И люди начали все, начали большую часть людей экспрессировать лактазы всю жизнь. Кто догадается почему? Что такое случилось 10 тысяч лет назад, что вдруг внезапно стало полезно иметь этот ген, работающим в течение всей жизни? Подождите, сейчас провести 10 тысяч лет назад был проект ответственного отецких мест, 10 тысяч лет назад возникло одомашнивание, было одомашнено крупный рогатый хвост, причем независимо в нескольких точках. Независимо возникло в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Естественно, если у вас есть корова и наступает голод, вам гораздо полезнее иметь этот ген работающим. Это дает вам преимущество с точки зрения естественного отбора, что вы можете не выбирать. Если мы посмотрим на геномы современных людей, у нас есть тесты, у нас есть способ анализировать данные и искать в них следы действия естественного отбора. И оказывается, что в геномах современных людей этот ген выпрыгивает на вас, из него очень сильный сигнал естественного отбора недавнего действующего нам кажется человека. Вот эти новые ампутации были очень полезны. В общем, почти на нашей исторической памяти. Здесь не так давно. Но еще одно знаменитый случай, вариант, который распространен, который находится под отбором, это цвет кожи. как видно, здесь земной шар расскажен в соответствии с тем средним цветом кожи у людей. Цвет кожи был темным у наших предков, после этого он светлел и, по-видимому, независимо темнел отбором, когда возникали гусы, когда возникали аборигены Австралии и заведомо независимо он заново темнел, когда часть людей пересла через бирингов пролив, который когда не был проливом в Америку и заселил центральную Америку. Почему полезно иметь темный цвет кожи? Потому что он защищает вас от меланоза из глиточного ультрафиолета, который может приводить к раку кожи. И в центральных широтах это очень большая проблема там иметь темный цвет кожи полезно. Почему полезно иметь в сервенных широтах светлый цвет кожи? Не совсем понятно, но, по-видимому, дело в том, что это способствует синтезу витамина Д. Знаете, когда витамин Д синтезируется от солнечного света, это лучше происходит, если кожа светлая. Ну вот, значит, еще один такой пример признак, на который очевидно действует естественный отбор нашей недавней эволюции. Это наш цвет кожи. Ну вот, здесь, на самом деле, приведены несколько примеров, нескольких таких признаков, на которые действовал естественный отбор. Вот здесь вот, тут очень лактозия, про которую мы с вами говорили, гены, которые изменяются, например, у тибетцев, которые живут на больших высотах, если вы живете на высоте 4000 метров, оказывается, вам полезно иметь мутацию, которая более сильно заставляет ваш гемоглобин сцепляться с кислородом. Это вам помогает дышать, помогает крови доставлять кислород к вашим органам. Ну и еще знаменитая мутация, даже несколько таких примеров, это мутация устойчивости к малярии, которые распространены как раз там, где наиболее сильно проявляется малярия. Может быть, вы слышали про себя повинно-клеточную анемию, вот это такой знаменитый пример такой одной мутации, она как раз в Африке. Как вообще можно сказать, что в геноме на какой-то участок действовал отбор, направленный на изменение за участок? Как мы говорим, положительный отбор. можно взять последовательность, здесь я нарисовал аминокислотную последовательность в однобуквенном коде, это уже не геном, это те белки, которые из этого получаются, из этого участка генома, но все равно их можно друг с другом сравнивать. Вот это один и тот же участок, аминокислотная последовательность человека и шимпанзе. И как видите, в основном они совпадают. вообще наши геномы с шимпанзе очень похожи, половина наших белков просто в точности идентична. Но бывают белки, которые различаются. Вот это белок по правому актина. Видите, здесь много зеленого, которые совпадают, а есть красные буквы, которые различаются. Такие похожие континенты у нас были с вами в интернете. Вот так выглядит типичный белок. Типичный белок. ген, которые сильнее всего изменялись в ходе эволюции, нужно, казалось бы, искать такие пары, которые сильнее всего отличаются между мною и шимпанзе. Потому что они накапливали мутации, которые оказывались потом полезны и распространялись по всей популяции. Вот этот типичный ген, актин, да, я был не прав, это не актин, это просто какой-то другой белок, но актин вообще не имеет ни одной замены между человеком и шимпанзе. Это такой важный белок, консервативный, который всегда знает, что ему нужно сделать, и это не меняется. А вот это другой ген с названием HLA-B выравнивание человека и шимпанзе. И как видите, здесь отличий гораздо-гораздо-гораздо больше. Здесь внезапно стало много красок. Мы ждем всего-навсего 1% отличий между человеком и шимпанзе. Здесь неожиданно много красок. Сразу можно смело сказать, если вы видите вот такое, эти изменения происходили зачем-то. Естественный отбор не способствовал тем мутациям, которые здесь возникали, естественный отбор способствовал. Наверное, этот ген связан с отличием человека от шимпанзе. Что это за ген? Что мы про него знаем? Это один из самых сильно изменившихся генов с тех пор, как человек и шимпанзе одашли от того, что он приятный давайте вообще посмотрим даже не про этот ген, а вообще про все гены человеческие, которые сильнее всего изменялись в рене человека, которые, казалось бы, должны делать нас половину. Что это будут за гены, как вы думаете? С чем будут связаны гены, которые сильнее всего эволюционировали в человеческой рене? Возможно, теляльцев. челюсти, рост. Еще идея? Речь, голосовые связки. Речь, голосовые связки. Давайте. Покруче? Сам мозг. Сам мозг, размеры головного мозга. Выпрямление, высказываешь, что? Утреение подзонышника, прямохождение, да? Разрез глаз. Разрез глаз. Есть, казалось бы, много признаков анатомических, которые мы можем ожидать, что какие-то гены, за них выключающие быстро эволюционировали в человеческой линии. Давайте посмотрим, что на самом деле, какие на самом деле гены быстро эволюционировали в человеческой линии. Какие группы генов перепредставлены среди таких? иммунитет оборудования защита, токлеточный иммунитет, иммунитет, связанный с естественными киллерами клеток, это первое, иммунитет, токлеточный иммунитет. Почти все эти гены внезапно, это может быть не те гены, которые делают у нас мозг больно, или делают там ветки, или из-за которых у нас выпадает шерсть на теле. Гены связаны с защитой, с иммунитетом. Может быть здесь дело в человеке, что-то особенное было с человеком, такое, он почему-то очень быстро должны были эволюционировать гены, связанные с иммунитетом. Давайте сравним какие-нибудь другие два вида. Вот, например, две рыбы, оказывается, что у них то же самое. У них тоже гены гамора, вот этого гена HLA, то есть такой же ген, связанный с иммунитетом, тоже эволюционирует быстрее всего. Почему вдруг у нас так быстро изменяются гены, связанные с иммунитетом? Можете догадаться? Давайте. Почему бактерии и вирусы, почему окружающие цвета изменяются именно таким образом? Мало ли что изменяются. За это время ледник несколько раз проходил и уходил. Когда у нас тоже важно изменение окружающей среды, становилось то холодно, то тепло. Почему именно к бактериям и вирусам вирусы у нас приспосабливаются? Столько факторов среды вокруг нас. Почему именно патогены у нас так сильно приедут? Потому что бактерии тоже эволюционируют, противостоять иммунитету. Совершенно верно. Именно потому, что бактерии тоже эволюционируют для того, чтобы противостоять иммунитету. Все время происходит на каждое изменение эволюционное нашего с вами генома, направленное на борьбу с бактериями и с вирусами, которые живут внутри нас. Бактерии и вирусы, которые живут внутри нас, отвечают изменениями собственного генома. То есть происходит все время такая эволюция. И ледник может прийти и уйти один раз, два раза за время нашей недавней эволюции, за последние 8 миллионов лет. А бактерии внутри нас давят на нас непрерывно. Все время происходит такое горькое вооружение. Все время должны совершенствовать нашу защиту против нового совершенствующегося оружия, которыми бактерии пытаются с нами бороться. И наоборот, бактерии находят контрзащиту нашу защиту, мы боремся с ними. И это приводит к такой сильной, быстрой, интенсивной эволюции, которая происходит внутри нас. Поэтому, когда люди говорят про эволюционную биологию, нужно думать прежде всего не про то, что было за последние 3 миллиарда лет, а про то, что происходит прямо сейчас. Проблемы эволюции очень важны в медицине и имеют самое прикладное значение для выживания человечества в такой краткосрочной перспективе. Мы с вами про это подробнее поговорим в следующий раз. Я вам попробую это доказать.